Республика пересмотрит подходы к решению проблемы укомплектованности больниц врачами. Для этого будет разработана поэтапная система. Привлечение новых специалистов, по мнению нового главы, надо начинать с модернизации сферы здравоохранения, создания опорной сети и предоставления врачам достойных возможностей для реализации своих профессиональных навыков. Погружаясь в ситуацию с кадрами, руководитель Коми назвал ее не критической, однако предложил не искусственно затаскивать специалистов, а действовать через повышение привлекательности отрасли. Первостепенная задача – это модернизация медицинской сети, это повышение качества предоставляемых медицинских услуг, а дальше мы уже будем смотреть, какие специальности нам нужны будут для того, чтобы максимально эффективно и рачито в этой сфере, во-первых, тратить бюджетные средства, а во-вторых, получать населению соответствующего качества услуги. Напомним, сейчас укомплектованность врачебными кадрами в Коми чуть выше 50%. Острый дефицит специалистов ощущается в Ухтыльском и Троицко-Печорском районах, а также в Оркуте, Печоре и Ухте. Новоиспеченные медики, как правило, слабо замотивированы, отдавая предпочтение частным клиникам и вспомогательным службам, где не требуется напрямую контактировать с пациентами. О других громких заявлениях нового главы, прозвучавших во время визита в Ухту и Сосногорск, Евгений Ракин. Сосногорская швейная фабрика – предприятие инновационное, чего только стоит экспериментальный цех. Он губернатора впечатлил особо. Современное оборудование позволяет изготавливать любые изделия, вплоть до костюма космонавта. Впрочем, начать решили с менее амбициозных проектов. Разработали собственную модель зимней куртки с двумя вариантами утеплителя. Основные же заказы, их принимают от Дальнего Востока до Калининграда, это все-таки спецодежда. Спрос на качественный продукт велик. В среднем за год в Сосногорске шьют 60 тысяч костюмов. В планах – наращивание объемов. На газоперерабатывающем заводе главе доложили о реализации долгожданного в регионе проекта по переработке попутного нефтяного газа, что позволило убить сразу двух зайцев. Сосногорский ГПЗ утолил острый сырьевой голод, а нефтедобытчики, ранее попросту сжигавшие попутный газ, получили возможность хоть и недорого, но сбывать его постоянному потребителю. Договорных отношений и взаимовыгодного интереса. Ну, вы знаете, это вот такой яркий пример сотрудничества от Республики и Сосногорской ГПЗ, и Дорфе, и Луфл, пожалуй, больше нигде так тесно не сотрудничать, как и здесь. И Республика в этом участвует сами подразделениями. Потому что есть интересы, в этом участвуют. Пока завод работает не на полную мощность, но как только завершится модернизация точно такого же усинского производства, где происходит первичный сбор попутного газа, объемы переработки вырастут существенно. Я уже и дорогу, говорю, на себя возьмем, все заасфальтируем, все сделаем. Ну, ТП-шку поставили, все сети есть, все. Балки, сарай вывезли. Единственное, лес пока не трогали, потому что подрядчик, если все-таки нарисуется здесь, то будем максимально оставлять все-таки зеленую зону. С нескрываемым энтузиазмом руководитель муниципалитета Дмитрий Кирьяков рассказывает о давней мечте сосногорцев в плавательном бассейне, который горожане ждут вот уже 30 лет. Районные власти подготовили все необходимое для реализации проекта. Заказали смету, выбрали место в городском парке, провели экспертизу. Трудности возникли с поиском частных инвесторов. Те не очень-то спешат вкладывать 140 миллионов рублей в общественно важное дело. Сергей Капликов обещал подумать. Уже на встрече с депутатами и работниками сосногорской администрации глава вышел со встречным предложением. Коллеги, вот для того, чтобы все понимали, да, что вот я не хочу вам обещать, вот сейчас приехал, тут проагитировал, сейчас вот я там всех там остальных нагнул вам тут. Вот гарантирую, если повысите процент собираемости за коммунальные услуги, если соберете все платежи за муниципальную аренду и закройте чуть меньше проблем, связанных, так сказать, с использованием, там, эксплуатации жилищного фунда, бассейн у вас будет. Это правда, говорю. Но это должна быть дорога с двухсторонним движением, понимаете, да? Сергей Капликов признался, хозяйский подход сосногорцев и желание работать на благо малой родины приятно радует. Но губернатор подчеркнул, сегодня правила игры изменились. Надеяться можно только на себя и требовать, прежде всего, нужно от себя. Республика больше не будет распылять ресурсы, как раньше. Теперь помощь надо заслужить. В качестве примера губернатор анонсировал конкурс на лучший муниципалитет. В ближайшее время будет подписано положение, а итоги подведут ко дню республики. Помимо грантового фонда победителю достанется максимально возможная поддержка региона. Идея замечательная. Мы приняли ее просто-напросто с радостью и на ура. Почему? Потому что такая идея, наверное, давно должна была уже быть. И, конечно же, для всех муниципалитетов это еще большой стимул для того, чтобы мы еще больше работали и лучше работали. На совещании в соседней Ухтинской администрации первым словом взял Игорь Михель. Затронув бюджетную тему, мэр посетовал на низкую доходность, слабую собираемость налогов, дорогие кредиты и долговые обязательства муниципалитета. Плач Ариадны, так назвал доклады ухтинских чиновников глава, продолжила начальник финансового управления Елена Игнатова. Она обрисовала экономическое положение городского округа еще в более мрачных красках. При этом решать проблему Ухты, по мнению докладчиков, должны власти региона. Такое разгильдяйство в финансовой сфере, в управлении финансов, допускать, это просто безответственность. Я сейчас, если буду тут вам говорить цифры и буду говорить факты, ну тогда половине администрации придется написать заявление и уйти отсюда. Только если кто-то думает, что он уйдет отсюда без последствий, очень сильно ошибается. Это всех касается. Это вопрос принципиальный. Хотите сектора развивать? Хотите деньги вкладывать? Будьте хозяевами своей территории. И рассчитывать, что вам принесут и дадут на блюдечко, больше такого не будет. Представив ухтинских чиновников, руководитель региона настойчиво попросил заняться делом, а не болтологией. В противном случае, если ситуация не будет меняться к лучшему, поменяются люди в креслах руководителей. Глава выразил готовность открыть специальное представительство в Ухте и посещать муниципалитет два раза в неделю, если потребуется. Вмешательство правительства КОМИ в работу городской администрации мера вынужденная, но эффективная. В этом делегация Сыктывкара убедилась, инспектируя стройки. Ухта, как известно, первый этап программы переселения из ветхого жилья провалила. Планируем контур закрыть тогда, поставить пушки. Я спрашиваю, когда вы планируете? Я думаю, что кирпичную кладку закончат 1 декабря, постараемся побыстрее. По первым двум этажам, когда они контур закончат, поставят пушки, выйдут электрики и начнут выставлять уже маяки и начинают штукатурить. Опыт такой уже есть, практика такая есть. Так, а под крышу когда? Ну, полностью под крышу дома будет можно. Не можно, а нужно. Глава осмотрел строящиеся дома для переселенцев в микрорайоне Дальний и поселке Шудояк. И поручил во что бы то ни стало уложиться в сроки. За невыполненное обязательство перед фондом реформирования ЖКХ республике уже пришлось заплатить высокую цену. Евгений Ракин, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сосногорский район, Ухта.